Что такое вообще питч? Откуда термин? Вы удивитесь, но... Встретили бы Спилберга в лифте? А я говорю, вот что лучше, говорю, игру начинать делать или сериал? О, вы делаете творческую работу, и вы должны вообще за это быть благодарны. Очень круто. Я этого не знал, кстати, вот это за это спасибо, интересно. Мне так нравится тебя слушать. Просто я очень рано выбрал профессию. Переговоры или анимация? Анимация. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами здесь Андрей Тренин, 3D-аниматор. С недавнего времени он вернулся к нам в наши стройные ряды и снова делает 3D-анимацию. Он, соответственно, основатель школы анимации. Также с нами Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Напоминаю, что партнер подкаста «Анимationschool.ru». И здесь мы обычно изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов. И сегодня у нас в гостях аниматор, дизайнер персонажей, стейлбордист, сценарист, режиссер и креативный продюсер Павел Потехин. Он участвовал в разработках проектов для таких компаний, как Wizard Animation, киностудия «Друг друга», Ред Медуза, которая выпустила веб-сериал «The Three Russian Buccaneers». Как я русское слово по-английски сказал, выговорил. Продал разработку сериала компании «Союзмультфильм». Сейчас Паша независимо пичит свои проекты международному анимационному рынку, а также развивает свои проекты. Привет, Андрей. Ты готов? Я готов. Я заслушался, как ты красиво зачитываешь, мне всегда нравится. Да, Павел, привет еще раз. И давай начнем сразу же с вопросом о тебе. Мы, конечно же, рассказали чуть-чуть, но расскажи, на самом деле, чем ты сейчас занимаешься, какие питчинги организовываешь, вернее, участвуешь в них. И расскажи себе подробнее, пожалуйста. Всем привет, спасибо большое за приглашение на подкаст. Я буду рад поделиться опытом и про все эти питчинги, в которых вообще возможно участвовать и в данное время. Сейчас проводятся онлайн самые известные международные рынки. Это KidScreen и MIP.com. Там участвуют и все наши известные студии, которые делают основной контент. Но также можно участвовать и индивидуально. Но это требует немного другой подготовки и подхода. Собственно, мне помогло как раз поучаствовать во всем этом, чтобы проекты мои заметили, как раз то, что я прошел через весь производственный путь. То есть от аниматора до продюсирования. Я все еще анимирую и создаю своих персонажей. И там, да, получается, ценят сам навык и саму индивидуальность людей. Это не механический подход. И много отличий от того, как питчат проекты. Здесь локально, для грантов и сутиди. И то, как это происходит на других площадках. 50 Cent сказал, когда я съеду со своей старой хаты, я не смогу писать хороший рэп. То есть аниматор должен все равно где-то не покидать анимацию, чтобы быть в теме, чтобы не отходить от привычных дедлайнов и не улетать в небеса. Да, обязательно. Расскажи, ты, получается, все этапы прошел, да? То есть начиная от анимации и режиссировал. Я же знаю, что ты даже и как креативный продюсер выступаешь. Да. Можешь рассказать вообще, как ты прошел этот путь? Где учился? У кого учился? Сколько времени прошло? Ну, то есть хочется понять, на самом деле, какой это путь. Сколько нужно человеку знать, чтобы дойти хотя бы до креативного продюсера? Ну, не хотя бы, а в целом вообще. Мой путь самый, я бы сказал, долгий, и он поэтому получится немного редкий, так как я начинал, когда еще не было столько возможностей обучаться анимации. Не было Animation School и каких-то других доступных курсов. Заканчивал я Институт культуры и искусств в Химках по специальности анимация. И я был первым набором аниматоров там. До этого только в Авдите готовили. И они тоже в процессе выясняли, как и что готовить. Поэтому гораздо более интенсивно меня подготовил Саша Дорогов. И курсы на Animation School я учился у Ирины Голиной. И после этого еще я стал брать англоязычные курсы на других международных площадках. То есть где преподают американцы, работают в действительности. То есть ты уже работал в этот момент, да? То есть и работал, учился? Да, да. Я начал работать на самом деле с конца школы. Я стал брать мелкий фриланс. Я начинал с комиксов. Просто я очень рано выбрал профессию. Общеобразовательные школы? То есть ты еще в школе начинал что-то делать? Да, да, да. Но это были личные проекты как хобби. Но я выбрал с раннего детства профессию анимация. То есть в 6 лет я сделал свой первый комикс. Очень круто. Прикольно. Ну, законченный как книжка, да. И с тех пор я не отступал. Позже я стал больше узнавать про индустрию. И можем обратить внимание, опять же, на ключевое отличие. Путь там профессионалов, на которых я равняюсь по навыку и по подходу к производству. Тот же Алекс Хир, сделавший Gravity Falls. Крэг Макракен, выпустивший PowerPuff Girls. Лорен Фауст, работавший на My Little Pony. И Денадий Тартаковский. Он из России переехал и делал лабораторию Декстера. И Отель Трансильвания. В полнометражке он снимает. У нас перевели как «Монстр на каникулах». Да. Они все тоже обучались анимации. В основном в Call Arts. И так попадали в индустрию. То есть у них у всех есть навык анимации и понимание производства изнутри. А потом уже они становились продюсерами. Но это уже как необходимость, а не как сама цель. И это автоматом. Ты занимаешь эту должность. Так выходит. Потому что ты за все в ответе. И контролируешь сам процесс. Потому что задача передать именно свое творческое видение, когда ты автор именно идеи. То есть креативного вот этого всего. Ну, ты как шоураннинг уже такой полностью. Да. И эта должность, как раз, знаю, называется шоураннер. Но они есть не на всех студиях. Но на самых больших. И это как раз была та цель, к которой я стремился, когда даже не знал, как оно называется. Но мне помогло развиться именно с этими навыками как раз из-за того, что я работал дженералистом. То есть очень много получилось всего. Это было связано и с тем, что не хватало специалистов в российской индустрии, когда я начинал. Первая студия, на которой я работал, была как раз Red Medusa. В 2012 году выпустил с института я в 2011. До этого у меня была практика на сайт-мультфильме на стоп-моушн-проекте Графманиада. Там я даже в титры не вошел. Там очень, да, все. Как раз индустрия только формировалась, скажем так. И сейчас она в начале, я бы сказал, зарождение. Да, в то время много проектов закопали, так скажем. Ты в основном к 2D-анимации относишься, да? У меня есть опыт с 3D. То есть я могу моделить, и когда Wizard, потому что 3D-студия. И как раз мой путь был тернистый. Я развел сначала как аниматор, но хотел делать свои проекты. Не знал, как это называется. И делал просто комиксы, свои стриборды, заготовки. И дальше продолжал над этим работать, но еще не зная, что с этим делать и как запустить. То есть у тебя, получается, мечта была все равно свое сделать. Не работать на производстве, а вот все-таки обучиться этому производству, внутри производства. И дальше все-таки свой какой-то проект запичить и его довести. Да, но я тогда не знал, как это делается, и поэтому я не разделял, что такое работа. Ну, то есть я думал, что сделать свой проект, и я и буду дальше на производстве работать. Потому что те люди, на которых я равнялся, у них примерно такой пути был. То есть что сам Спилберг, он работал оператором тоже. То есть он снимал и потом стал реализировать. Я не говорю, что он был оператором в фильмах. Я имею в виду, что у него есть опыт работы с камерой лично, а не только говорить, как что делать другим людям. И я до сих пор от этого не отказываюсь. Тот же Геннадий Тахтаковский, из того, что я знаю, он иногда даже доанимирует сцены на своих проектах. То есть он до такой степени включен, и как раз из-за тех навыков, которыми он обладает. И я стремлюсь к этому. Не обязательно всем шоураннерам обладать такими навыками, но они всегда полезные. Ну я вот замечаю, что шоураннеры как раз всегда в процесс потом вовлекаются. Вот мы недавно общались с Антоном Верещагиным. Он как раз был шоураннером на проекте Джинглики. И он, я знаю, он моделит, персонажей создает. То есть он свой навык тоже применяет, потом это в поток пускает. То есть, видимо, да, это есть некая черта хорошего шоураннера, который именно в производстве еще и своими ручками тоже что-то правит. По сути, чем отличается, опять же, система тут и там, шоураннер — это исполнительный продюсер, который также и смещает задачи сценариста и режиссера. Там не всегда хватает времени рисовать или анимировать, потому что в основном все рисование сводится к коррективам всего проекта. То есть точно нужно участвовать в создании гайдов стилистических, как анимировать, как именно делать эти персонажи, потому что, по сути, задача — сделать библию проекта производственную. И она собирается изначально в материалах вот этой пич библии. По сути, задача стоит так, что нужно рассказать всем людям, как делать проект, как делал бы его ты. То есть как мыслить, как ты, что учитывать, и как передавать вот это видение конкретное. Нагрузка большая? Да, да, вот у меня тоже этот вопрос был. Да, безусловно. Как не закопаться? Ну, мы про это еще чуть позже поговорим. А расскажи, вот в каких питчингах ты уже участвовал? То есть вот именно уже чистый опыт. То есть вот дошел ты до питчингов? Да. Я участвовал в британском питчинге, там было даже как мастер-класс, они обучали. И кит-скрин, где как раз еще больше компаний западных меня заметило. Я сейчас не буду называть названия, все их знают, но так как еще пока что сделки никакие не заключены, только ведутся переговоры, что-то заинтересовало, я именно поэтому не могу разглашать. Но общим опытом можно поделиться, что там участвуют и Disney, и Nickelodeon, и другие компании. Что стоит учесть, там участвуют и те, кто покупают лицензию, и те, кто ищет именно авторов тоже. Я участвовал именно как независимый, по сути, продюсер и креатор, ну, как они называют, автор разработки проектов. Наша компания обычно участвует именно с уже готовым продуктом, сериалом, и они ищут каналы, где бы это показать. То есть я изначально озвучивал, с чем я иду, что у меня есть, и это как раз хороший тон, потому что я видел пичи некоторых русских компаний, начинающих, и они в этих пич-библиях своих, презентациях показывали, какие классные будут у них игрушки, еще мерч. Там это считается не очень хорошим тоном на международном рынке, потому что компании и так знают, как производить игрушки и как на этом заработать, если сама идея цепляет, если она будет интересная и как-то говорить со зрителем об актуальных темах. Сейчас актуальные темы — это помимо про диверсити и разнообразие персонажей, что все разные и разные культурные нюансы, также важна сейчас тема экологии. То есть это то, на что есть спрос. Например, Дисней в последнее время ищут и запускают проекты, где они ищут героев, сильных девочек. Но другие компании ищут другой контент. Это стоит учитывать, потому что если предлагать, скажем, лего-проект не в этой стилистике, которой они занимаются, то это тоже будет считаться не очень хорошим профессиональным подходом. То есть нужно знать, к кому идти и что предлагать. Для этого нужно проводить исследования, то есть research, и узнавать, кто что в чем заинтересован. И можно также во время встречи спрашивать буквально, что вы сейчас ищете, в каких проектах вы заинтересованы. И хорошо иметь несколько проектов, из-за чего, опять же, я потратил много времени на подготовку пакета проектов. И получилось... Да, вот давай как раз сейчас, раз уж про питчинги разговаривались, и давай сейчас поговорим, где питчинговаться, как к ним готовиться. Вот как раз эту тему затронем. Вот варианты KidsScreen и MIP.com. Это самые известные анимационные рынки, где можно участвовать и где участвуют. Это наши компании. Мне повезло поучаствовать онлайн из-за того, что была пандемия. И они сделали онлайн доступ, и там было что-то вроде лотереи. По-другому, как это делается вживую, нужно ехать прямо туда физически. Проводится, по-моему, кип-прин сейчас в Европе где-то. Нужно, в всякий случай, уточнить локацию. И подходить к этим людям вживую. И там есть как спид-дейтинг, как быстрое свидание. И подходить и питчить. Или же заказывать платформу. Но все это стоит денег. Там обычно нужен внос тысяч долларов на MIP.com. Точное участие. На китскрине было чуть подешевле. И онлайн именно в пандемию. Мне повезло, это было еще подешевле. И я поэтому смог тоже поучаствовать и подготовиться. То есть участие в питчинге это платно? Да. Я этого не знал, кстати. За это спасибо, интересно. Ну, хорошо. Это круто. То есть, а если мы в России где-то питчемся? Если в России, чаще всего все дороги ведут в Министерство культуры и Фонд кино. Там чуть посложнее. Но зато там без денег, да? Да. Там ты не платишь за участие. Но есть здесь нюансы. Чаще всего, как я заметил, государственные субсидии доверяются уже известным студиям. И поэтому здесь независимому автору сложнее запустить что-то свое. Если только делать как хобби на энтузиазме. Или с кем-то начинать сотрудничать и подаваться через кого-то, кому доверяют. То есть, у нас нет независимых компаний, которые могли бы свои средства вкладывать в кино? Я не могу назвать, к сожалению. Возможно, они где-то есть. Просто тот же, так считать, наши самые известные компании, которым принадлежат стриминги. Они, да, все принадлежат каким-то медиахолдингам. И к ним, да, сложнее вот так индивидуально подойти. У них должно быть основание, почему мы должны, по сути, что такое вот эта вообще сделка о продаже проекта. Любая компания иностранная, это, по сути, сделка, мы доверяем вот вам большую сумму денег, что вы сделали что-то. При этом надо учитывать все равно, что это не просто творчество, это работа. И из-за этого у нее есть определенные критерии, как передавать свою идею и визуально, и как это потом реализовать. Потому что иногда идея может быть очень классная, но она может быть, например, неактуальна в данный момент. Или для данной компании. Поэтому даже если вы получаете отказы, отказов может быть очень много, то тоже не стоит отчаиваться, так как это нормальный процесс. И отказываются от проектов не всегда из-за их качества. А именно из-за того, что какая-то определенная компания ищет сейчас, например, про машинки, а про динозавры не ищут, сейчас нету тренда. А в следующем году будут искать. Но повторно печать им тоже будет уже не очень вежливо. И как работают, опять же, западные компании, там доверяют также агентам. И работают чаще всего через них. Чтобы получить своего агента, тоже нужно заручиться довериям. Из-за того, что я как раз сотрудничал на фриланс-проектах и обучался у многих западных специалистов, у меня появились рекомендации, из-за чего меня рекомендуют и со мной общаются. То есть просто так тоже выйти сложно. С каким, ну да, либо проектом. Нужно давать какие-то гарантии, почему нужно именно вас слушать, именно за этот проект браться. Именно это должно быть и передано в Питч Библии. Почему именно этот проект? Почему именно сейчас? Почему именно вы делаете? И почему именно мы должны за это взяться? На все эти вопросы должна ответить Питч-презентация. Причем этих презентаций Питчи делается несколько. Есть Питч Дек. Это именно презентация с минимум слов. Потому что мы выступаем, чтобы текст не отвлекал, только какой-то вспомогательный. И мы рассказываем о проекте буквально за минуту. То есть все эти встречи происходили онлайн в Зуме за пять минут, в которых я участвовал. И буквально за минуту я укладывался рассказать о проекте. И как раз успевал даже про несколько проектов рассказать, из-за чего именно училось два, заинтересовало несколько компаний. Ну и вот сейчас я в процессе переговоров. Переговоры могут длиться там от года до пяти лет. Даже вот так. Процесс не быстрый. Нет, на самом деле можно просто, значит, как-то партнериться с компаниями, стриминговыми компаниями, типа онлайн-кейн-театров, да, предлагать им провести питчинг, стать ответственным лицом, который может провести этот питчинг и нести ответственность за качество. И таким образом можно собрать такой небольшой бизнес из-за этого даже, наверное. Ну, можно, я знаю, какая-то компания вроде появилась есть в ВКонтакте, как так называются, питчинги, но они занимаются киноконтентом. Да-да-да, слышал про них. А не анимационным. Поэтому, да, было бы хорошо сделать платформу и предлагать анимационные проекты, но есть нюанс. У студий, у которых уже есть ресурсы, у них тоже есть в заготовках много разработок. И через них, опять же, сложно пробиться, потому что к ним есть доверие. И у стримингов тоже есть запрос на определенную аудиторию. То есть какой-то стриминг-сервис будет специализироваться на контенте больше для детей, какой-то на более взрослой аудитории. И взрослые проекты стоят дороже, и их тяжелее производить, особенно в России. Об этом говорят все наши специалисты в интервью, кто занимается дистрибьюцией и производством, ну, те же компании «Рики». О том, что просто есть больше наработанных схем и понимания, как делать детский контент, поэтому делается больше детских сериалов. Делать более взрослый и дорогое – это риски. Но все можно оптимизировать. Я знаю, что часто люди в России упирают все в бюджет, в то, что у нас меньше. Это не так. Можно делать классный контент за те ресурсы, которые здесь есть, но нужно по-другому организовывать процесс. Пример – студия «Картун-салун» в Ирландии. Эта студия организована пятью людьми. Я лично... Тут мы сейчас уже про продюсирование говорим как раз, да? Да. Процесс – это пайплайн или процесс запуска, начиная с питчинга? Про пайплайн, но оно связано с питчингом. Я сейчас расскажу, как. Давай. Студия «Картун-салун» была организована пятью людьми. Они вместе учились в институте в Ирландии, и у Тома Мура была идея как раз «Секрет Келс», их первого полнометражного фильма. Это личная цитата вот Пола Янга, который стал у них продюсером, хотя он тоже рисовал. Когда Том предложил делать «Секрет Келс», их первая реакция была – «О, ну это же полный метр». Он говорит – «Ну да, тогда не будем тратить время». Сразу начали делать студию после того, как они выучились. И также они подавали на госсубсидии. В Ирландии очень хорошо государство поддерживает анимацию и вообще кинопроизводство. Дело в том, что они были именно люди как бы из производства анимации, а не просто менеджеры, подключенные к проектам. Начинали с авторских и коротких фильмов и параллельно делали вот этот «Секрет Келс». «Бюджет. Песни моря» – это следующий фильм Тома Мура, полнометражный, точно такой же, как и Иван Царевич и Серволк. И вышли они примерно в одно время. Там можно точнее сравнить первую и вторую часть. То есть, например, они номинировались на «Оскар», сейчас они сотрудничают с Дисней. Один из сотрудников ушел и организовал свою студию «Лайтхаус», но они не конкурируют, а сотрудничают и передают часто друг другу разный материал. И те, и те работают и на Америку, и на ирландский рынок. То есть, да, сотрудничают они и с Канадой, и с Дисней. У них есть вот сейчас «Школа викингов», проект, который идет на европейский рынок. То есть, реально развиться, но загвоздка в том, как организован процесс и распределяются и задачи, и, собственно, зарплаты. В российской анимации есть нюансы, которые стоит решать. Вот я бы так сказал. Но если бы остаться в серии питчингов в этой категории вопросов, то есть, получается, легче подготовиться к питчингу за рубежом и получить там деньги, чем в России? Это разный путь, я бы сказал. Просто я изначально разрабатывал проекты, которые мне было интересно. Для немножко старшей аудитории в России некоторые идеи, которые я придумал, их просто сложнее реализовать. То есть, да, вот я продал проект в своем фильме, я учитывал нюансы нашего рынка и производства. То, просто то, что я предлагал иностранцам, это более дорогие и сложные проекты для реализации здесь. Чтобы реализовать их здесь, нужно больше ресурса. И сделать это независимо, ну, вот лично мне, сложнее. А сотрудничать с нашими студиями, они тоже не все сейчас готовы рисковать и делать вот эти более сложные и взрослые проекты. То есть, в этом нюанс. То есть, со взрослыми, грубо говоря, в текущей действительности, со взрослыми такими проектами, хорошая идея, лучше идти на запад, оттуда реализовать, да, потом имя получить, наверное. А здесь детский контент делать. Да, но могут быть нюансы. То есть, если здесь будут все-таки какие-то знакомые, которые могут дать гарантии вот этого и производства, то есть, есть доверие, чтобы получить финансирование, то возможно. Или делать независимо. Как, например, ребята, с которыми я работал на Red Medusa, они же сделали Bat Metal и Алина Ковалева делает Metal Family. Они делают это как независимый проект. Но у них не было задачи выйти на международные рынки, которые вот я себе ставил. Еще мой путь получается более долгий. Так я уже делал свои авторские короткометражки и комиксы, но особо не выкладывал, потому что я рассматривал это как учебные проекты, чтобы выйти именно... То есть, у меня была цель конкретного рынка и работать, сотрудничать с конкретными людьми. Вот. Что было важно. Это супер вообще. Андрей, ты хочешь спросить? Нет-нет, я просто... Раз мы про производство разговорились, хотелось бы узнать на самом деле. А я только что понял, почему на Западе лучше не говорить про мерч, а у нас можно говорить про мерч. Потому что на Западе коммерческие структуры, а у нас Министерство культуры, где нужно вбегать и кричать «Можно делать куклы!» «Можно делать стикеры!» Да, именно так, да. Да. А как тогда доходы от проектов получают? То есть, вот, ты пропичил, да? То есть, тут нужно тоже, наверное, продумать... Да. Как будет... В этом есть тоже нюанс, когда происходят договоренности. Сначала они рассматривают проект, если он нравится, тогда уже нужно в западной системе подключать менеджера и юриста. В России, когда я договаривался, люди удивляются, когда ты подключаешь юриста, потому что в России привыкли, что это конфликт. Но это не конфликт, и я всем рекомендую заключать договора именно с юристами, тем более, такие о авторских правах. Это выгодно всем, это именно для того, чтобы не запутаться и получить максимально выгодные условия. Там почему делается это все через менеджеров, и авторы просто в этот момент подходят в сторону, потому что менеджеру выгодно, чтобы получили прибыль и автор, и компания, покупающая IP, интеллектуальную собственность, интеллектуальную property, сокращенно. Потому что сам менеджер, твой менеджер лично имеется в виду карьерный, то есть это не менеджер на производстве, ну как агент, он получит процент от сделки. Ему выгоднее, чтобы сумма была выше. Чем выше, тем больше он процент получит. В твою пользу выше. Да, да, да. Но, естественно, и компанию он тоже не обидит, чтобы те все-таки купили. Поэтому это более удобная схема, потому что в России еще не самые удобные условия. Есть отношение к аниматорам, что «О, вы делаете творческую работу, и вы должны вообще за это быть благодарны». Но там помнят, что это работа и все-таки бизнес и да, чуть другое отношение в этом плане. Просто, наверное, у нас еще пока молодая, наверное, еще неразвитая индустрия, поэтому все еще не выстроены эти процессы. Да, но у нас же еще помимо мультфильмов есть игры. Вот игры, по-моему, получше себя чувствуют. Да, с играми определенно получше. Вот я сотрудничал с компанией Playrix, и сейчас разрабатываю, тоже по своим проектам делаю спрайты, чтобы потом санимировать, сделать... Спрайты, спрайты, скажи, что спрайты такое. Спрайты – это анимация, которая используется в игре, то есть цикл бега, прыжка. Я сейчас отощен на 2D направлении, но у меня есть понимание 3D, когда как раз мы говорили про 3D-анимацию, я работал на Wizard Animation, и как раз вот на 3D-шном полнометражном фильме, поэтому у меня есть понимание, и еще, когда я заканчивал школу, я ходил на курсы по 3D-максу в MF3, но они были коротенькие, и гораздо больше опять же прокачали онлайн курсы с иностранцами. Понятно. А ты не питчил игры, кстати? Пока нет, но есть мысли об этом, то есть я как раз сейчас взвешиваю, стоит ли это сделать как независимый проект, или лучше будет найти издателя? То есть это когда будет готовый прототип, можно уже будет серьезнее об этом подумать, и я буду как раз спрашивать тоже консультации, что еще тоже мне очень сильно помогло. Я всегда не боялся спрашивать совета у тех, кто уже делал то, чем я занимаюсь и к чему стремлюсь. Ну да, сейчас в принципе срастается как-то и мультфильмы, и игры в одно, поэтому мне кажется можно какую-то свою историю упаковать, наверное, в игру, да, ну то есть не фильм сделать, а игру, может быть квест какой-то, или какая-то... Стань креативным продюсером, от аниматора до продюсера будешь двигаться вот так вот. Да, карьерная такая вещь. Такую штуку делают Toonbox с Take My Muffin, у них какой-то симулятор стартапера или что-то такое они делают. Ну да, я как-то подходил, кстати, по-моему, к разработчику игры на CGVent, честно говоря, забыл, как их зовут, а я говорю, вот что лучше, игру начинать делать или сериал? Он сказал, ну если ты игре-то заниматься, начни с сериала, а потом по мотивам игры можешь сделать игрушку уже. По-разному, я бы сказал тоже, например, Cuphead, они начинали с игры, потом Netflix сделали сериал, и также есть обратная сторона, ну и также Sonic сейчас анимирует тоже новый сериал, и некоторые, наоборот, начинают с мультсериалов, потом переходят в кино, как игры про Человека-паука и всех остальных Мстителей и другие. То есть можно и так и так снова зависеть от ресурсов, которыми обладает конкретный человек, то есть я имею в виду понимание индустрии, потому что питч, везде все равно нужно готовить вот эту питч-библию даже в играх, и она отличается. Что такое вообще питч, откуда термин? Термин берется из бейсбола, питч это подача, презентация игры должна учитывать то, почему это будет интересно как игра и как в нее играть, то есть учитывать сам геймплей. Сериал анимационный, он должен учитывать движок, и в сериале нужно привести пример эпизодов, но привести их так и пропичить, чтобы было видно, что ты можешь еще придумать. То есть там считается готовым проект, если ты можешь еще 100 эпизодов с закрытыми глазами придумать. Если еще не можешь, то значит проект еще не готов. Или если звезды сошлись, да, так чтобы там был конфликт, мотивация, мир, герой правильный, да, и тогда оно все возможно в любую сторону двигаться. Я все думаю, что они делают тогда какие-нибудь комиксы, да, то есть это по сути уже не анимация, просто картинки, но завязаны на геймплей, ну то есть к примеру, это вообще чат-бот, который тебе выдает картинки, и ты выбираешь как поступить в итоге там в каких-то связках. Есть такие? Эти игры популярны, да, 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 есть, они популярны, называются как visual novel, есть те, которые я видел, но не играл, которые буквально как книга, и от этого ты выбираешь, получается там разный путь есть, зависит от того, какой выбор ты сделаешь, и одна из игр с таким жанром, совмещение с пазлами, которое мне нравится, это Ace Attorney, на Немкреду начиналась изначально выпускаться игра про адвоката, это как бы комедийный детектив, ты расследуешь дела и защищаешь людей в суде, он тыкает пальцем и кричит objection, и с ней очень много мемов, и аниме даже сняли не так давно. Я просто подумал, а что бы не сделать свой собственный комикс и по нему сделать бота просто в телеграмме, то есть ты входишь в этого бота с сайта, на котором все описано, что вот такой-то комикс, красивый сначала, ты кликаешь, переходишь, начинаешь его читать, но все мы же все равно сидим в чатах вечером, перед сном, можно читать книжку, а можно листать вот так вот у бота, вернее не листать, нажимать на кнопку next, 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 допустим, следующую картинку, и в итоге тебе нужно будет сделать выбор. И ты таким образом проводишь вечерок не за игрой, а вот за даже в текстовом режиме это будет работать. Даже в текстовом режиме, мне кажется, устаешь читать, а когда у тебя картинки, они еще классные, может быть, они хорошо отрендерены. Вы удивитесь, но недавно я обнаружил для себя подростковую сейчас новую волну. Они берут, к примеру, WhatsApp, Telegram, переименовывают контакты и начинают общаться между собой как герои сериала. И потом это выкладывают в YouTube, и другие это читают и смотрят там миллионы просмотров. Представляете, в текстовом режиме разгоняют как бы лайв. Они сценарий пишут в реальном времени, получается? Да, круто. Слушай, а где идеи брать вообще? Ну, то есть, у тебя, я знаю, много очень разных направлений. Откуда ты их черпаешь, где ты их подсматриваешь? Лучше всего, самый лучший источник на самом деле это жизнь. Потому что как запускаются, опять же, там проекты, люди обычно берут что-то личное. Алекс Хирш делал Gravity Falls, исходя из воспоминаний о своем детстве, как они сестра проводили время. И так делается большинство проектов, когда есть какая-то... То есть, я беру из каких-то индивидуальных тоже, из индивидуального опыта и сталкивался с отношением в России, когда мне говорили, о, это слишком похоже на тебя, какой-то персонаж или что-то еще. И здесь это считывалось, когда люди знают меня, как будто это как недостаток. Но иностранцы, наоборот, продвигают такой подход, потому что так идеи получаются искренними, честными, потому что ты говоришь о том, что ты знаешь. Это не значит буквальный пересказ своей жизни, но ты действительно отталкиваешься от своего уникального опыта. Это и делает идеи уникальными. Поэтому тот же приход искусственного интеллекта никого не лишит работы, только наоборот разгрузит всех с механическими задачами и будет ценнее более авторский контент. Да, в этом и есть нюанс. Например, еще как получают идеи. Есть такая игра, как Dungeons & Dragons. И есть, например, команда актеров озвучки англоязычных, и они устраивают стримы своих игр. Они так записывали, записывали, и получились целые истории про их оригинальных персонажей, но в сеттинге фэнтезийном есть эльфы вот в этом подземелье драконов. И они сняли сериал Legend of Vox Machine на Нетфликсе. И точно так же сделает Дэн Хармон. Он автор сериала в комьюнити, и Рик и Морти, и он делает Хармон Квест. И по сути эта запись в реальном времени, как он перед публикой со своими друзьями играет в настольную игру Dungeons & Dragons, и так они придумывают сюжет. И для шоу отдельно анимируются потом сцены, которые они позвучивают в реальном времени играя. То есть Dungeons & Dragons хороший стимулятор для креатива и драматургии как раз. Ну ты все продал, теперь буду искать играть. Круто. Ну то есть мы говорим о том, что в принципе могут повторяться некоторые идеи. Часто бывает так, что говорят, что они в воздухе витают. Представим, что я пришел и на печеньке оказался такой же парень с похожей идеей, как в таких случаях. Вот. В этом и есть, поэтому стоит отталкиваться больше от жизни. То есть, например, Рад Секриска придумывал типа The Age of Underbeasts. Он говорил много раз, что это его версия ходячих мертвецов в Walking Dead. Там персонажи в постапокалипичном мире, но они все милые мутанты, кто атакует наших главных героев. И это и есть уникальный вот этот авторский спин, то, что они называют. То есть, твоя версия уже известной темы. И это и важно. То есть, может быть, история про космос, еще что-то, но как Спанчбоб. Он именно такой уникальный из-за того, что автор Спанчбоба увлекался подводной живностью и подводным плаванием, и поэтому получился вот Спанчбоб. Можно другие подводные проекты делать, но не у каждого будет персонаж вот губка. Также я. Я отталкиваюсь часто, например, от сказок, потому что мне интересно... Надо не губку Боба делать, а бобку губа. Да. И все. Да, в оригинальном питче он назывался изначально Спанчбой, потом он переновали в Спанчбоб. Это можно найти в интернете. То есть, да, питч это не... Изначально это не постулат, это становится правилами жесткими, когда проекты делают в продакшн. Изначально это только идея, и тоже нужно показывать, что ты готов менять. То есть тоже, когда предлагаешь эти идеи на рынке, нужно быть не слишком привязанным тоже к идее, понимать, что она может не запуститься. В этом тоже есть нюанс. У кого-то есть 20 идей, у кого-то одна, и за одну человек будет более жестко держаться, чем когда есть больше вариантов. То есть, я всегда знаю, что если с этой не удалось, я могу сделать следующий вариант еще лучше. И заложить, использовать то, что было по идее до этого. Иногда, когда придумаешь одну идею, что-то не вмещается высказать в проекте, в сеттинге или в движке, и это остается для второго проекта. У меня так было тоже с двумя проектами про тотемов, это сказочные там зверушки, и Rising Kaiju, это про детей и монстров кайджу растущих. Просто получилось, у меня смысл разошелся про выращивание монстров и про дружбу монстров. И получилось два проекта из одного. Вообще, на самом деле, чтобы петчинговаться, в первую очередь нужно мало того, чтобы быть аниматором, режиссером, сценаристом, но и при этом нужно понимать, как производство устроено, чтобы понять, как сэкономить на нем. Давай сейчас о производстве чуть-чуть поговорим, наверное, это больше кореативное продюсирование, как раз. Ну вот, допустим, с кем работает там? Давай про продюсирование теперь. Ну просто возьмем эту веточку, пообщаемся. Хорошо, креативный продюсер это кто? Креативный продюсер это, по сути, исполнительный продюсер, который отвечает за креатив в проекте. То есть, креативный продюсер не обязательно заниматься деньгами, но он должен заниматься всей творческой концепцией и направлением. И коммуникации с режиссером, со сценаристами, то есть, со всеми ведущими позициями, отвечающими, по сути, за девелопмент и пре-продакшн. Потому что продакшн это уже реализация того, что было утверждено на более ранних этапах. И там тоже стоит курировать, но уже больше ответственности уложится на исполнительного продюсера, который отвечает непосредственно за само производство. То есть, да, креативный отвечает за передачу творчества. Давай тогда про связку поговорим. Вот, может быть, иерархи продюсеров тогда сейчас обозначим. То есть, креативный продюсер, он в основном отвечает за, ну, как шоураннер, да, за картинку, за все, но не касается денег. Есть же еще исполнительный, там, генеральный, линейный. Можешь раскрыть вот эти понятия тоже? Да, исполнительный как раз занимается организацией производства и финансовыми вопросами. Линейный, по сути, является его руками и тоже всегда подключен к деньгам и расчетам. Вот. Но также есть нюанс, потому что в западной модели там не везде есть креативный продюсер, есть креативный директор. Директор может давать рекомендации, но не принимает решений, потому что это решение принимает экзекути, то есть исполнительный продюсер. Если мы посмотрим на должности того же Алекса Хирша, Краги Макракена и Тартаковского, они все будут как экзекути. Но вот моя знакомая Элита Стрит, которая мне тоже помогала с моими питчами, она сотрудничала с Дисней и делала проект Space Cheatings in Space. Но производство было сделано в Австралии. И в Австралии есть этот титул креативного продюсера, поэтому у них она числится как креативный, а в Америке она была написана как исполнительный. Поэтому это очень условно. В целом продюсеры отвечают за, ну и почему называют на русском исполнительные, за вот эти исполнительные решения, которые дальше идут по цепочке. Просто распределяется, кто за саму организацию производства, за финансы и за творчество. Но шоураннер должен учитывать и то, и то, по-хорошему. Он должен сделать красивую картинку, которую еще можно будет и реально и оптимально делать за существующий бюджет. Вот. В чем отличие. Поэтому полноценно шоураннеров здесь как там я не назову, к сожалению. То есть с такой зоной ответственности. Потому что это всегда ответственность, и отвечаешь за команду. И также, когда я проходил и курсы продюсирования у иностранцев, женщина, которая работает сейчас с Mattel на Barbie, она и в анимации, и в кино, тоже ей рассказывала, что задача продюсера и ответственность по сути разгрузить всех остальных и организовать максимально удобное производство для всех. Потому что там, снова, это не госсубсидии, на производстве не экономят. У них есть задача все потратить и за более дешевые проекты, например, даже не очень берутся. Потому что считают, оно тогда не принесет прибыль, если это совсем что-то мелкое. В России пытаются максимально сэкономить. То есть сделать, как бы, как сказать, экономить и скидывать 10 задач на одного человека за всю студию, это не то же самое, что сделать картинку и дизайн персонажа с минимум деталей, чтобы это было быстро анимировать аниматорам в дальнейшем. И всегда происходит оптимизация. Например, в Гличтех, когда делали персонажи, у них были вертикальные линии на костюмах. И от них отказались и от других деталей на наколенниках, чтобы аниматорам было легче анимировать. При этом проект все равно получился дорогой, он классный, но он очень дорогой, и его все равно остановили производство после второго сезона. Так что тоже все всегда, не всегда получится участие, это тоже нормальный путь, но по-хорошему, да, стоит учитывать, что потом людям это делать, дедлайны и команды из-за ограниченный бюджет все равно. Это и есть роль продюсера. Да, это стоит все участие. И в России, получается... А можно вопросик? Давай, Рашид. Мы просто уплываем, уплываем, я не успел спросить от этой темы насчет 100 идей против одной. Западные пичинги, имеют ли какую-то приватность? Или прям то же самое открыто идет освещение своей идеи? Я насчет того, что, к примеру, вот ты сказал, что человек, у которого одна идея, он за нее держится, и бедный боится кому-то рассказать, показать, он все деньги в нее бухал, а другой, допустим, который как из пулемета стреляет этими проектами, синопсисами разными, часто встречают таких людей, говорят, пусть у меня украдут, будет популярно, у меня еще и 100 таких, еще и мне в плюс пойдет. Насколько сильно нужно держаться за идею? Вот, к примеру, я никогда не жалею своей идеи, я всегда их рассказываю, но пару идей превратились в проекты, которые у меня свистнули, прямо скажем, и они, не пару, больше, я радуюсь за них, что они получились, у меня бы не хватило денег, столько вбухать в них, я как бы смотрю на свою идею, которая воплощена с экрана, и, как бы, честно радуюсь, как бы, но, вот, все-таки вопрос, насколько приватно, и насколько стоит держаться за свою идею, и где грань того, что можно открыто освещать и рассказывать про нее? Ну, это стоит, отличный вопрос, и стоит отталкиваться от, как бы, от своих индивидуальных ориентиров, готовности проекта, я бы вот так сказал, то есть, как сейчас устроен именно западный рынок, и я знаю случаи, где, приведу потом на русском, как это было здесь, здесь, где свистнули проект, пример, он есть публичный, не мой проект, вот, на западном рынке сейчас особо не воруют, потому что это невыгодно, он очень завязан на репутацию, то есть, если у тебя есть рекомендации, или если кто-то узнает, что кто-то что-то сворвал, с тобой просто не будут сотрудничать. Хорти Гутеррес, например, делал книгу жизни, полнометражку, и он делал сначала на DreamWorks, рассказывал, что на DreamWorks это был вариант сделать рэп-мюзикл в Нью-Йорке, он не хотел так делать, потому что у него все идеи очень мексиканские, и это его выделяет на рынке его творчество. И не получилось. Рэп-мюзикл. Да, они его закрыли. В итоге Хорти отдали права на эту идею, и он спросил, я не помню, кто у них тогда был глава, он спросил, почему вы мне отдаете идею? Говорит, ну, потому что ты сейчас ее получишь, и потом ты расскажешь, какой я был хороший. Ну, вот. Ну, глава студии. И к нему еще пойдут, естественно. То есть, там все завязано на репутацию, и проекты, даже если их купили, и они не получились. Так было со Стар против сил зла. Сначала она разрабатывалась на Nickelodeon, потом ее выкупили Disney, потому что Nickelodeon посчитали, что это не совсем их направление, поняв это в процессе разработки. То есть, так даже тоже происходит. Но легче всего на Западе питчинговать, если ты сотрудник студии, потому что у тебя есть уже доступ напрямую к продюсерам. В России, в принципе, это везде работает, я думаю, так же. Потому что тебя знают, тебе проще подойти. Вот. То есть, ну, и сказать, вот я у вас сделал вот это, вот это. У меня есть вот такой проект. Я знаю, что сейчас тоже наши студии начинают проводить внутренние питчинги проектов, и уже некоторые проводили. Но я не знаю, на каких условиях, потому что я один раз уже заключил сделку, дальше я решил двигаться более независимо и пытаться связываться с международным рынком, где немножко другие правила. Могут стрелить, есть всегда риски, но просто именно там, как мне тоже говорили, нужно будет быть благодарным, если Дисней у тебя что-то сворует, потому что ты потом сможешь их засудить. Вот в чем дело. Своё всё равно получишь. Только хотел сказать, что результаты и как бы питчинг как-то фиксируются, документируются, да, что вот это твоя идея, вот такого-то числа ты презентовал. Мы можем перейти к теме ещё, как себя тогда защитить быстро озвучить. Перед отправкой питчи западным компаниям мы тоже подписываем договора, а не разглашение, из-за чего я не могу все названия и проекты называть, какие были отправлены и что с ними, как происходит, пока оно в подвешенном состоянии. Также происходит подпись документов о неразглашения о том, что не будет претензий, если они у тебя что-то своруют так же. Да. Но при этом есть защиты. У них есть гильдия сценаристов, туда можно отправлять печь библии, сценарии и получать регистрационный знак, как копирайт на определенный срок. Я так сделал с своими проектами. В России как можно себя защитить? Можно тоже либо зарегистрировать копирайт, но это стоит тоже денег, там это тоже стоит, но в гильдии, по-моему, чуть ли не 25 долларов отправить свой файл и у тебя будет на него как бы сертификат с номером. В России тоже можно, но самое надежное в России обычно делают отправляют самим себе посылку закрытую. Письмо со штемпелем, да. Ее нельзя потом открывать. Да. Дата там есть. Да, да, да. Сам себе отправляет, это музыканты часто так делают, пишут ноты, распечатывают, отправляют себе письмо и только обязательно оно должно быть сургучом запечатано, на котором стоит дата отправления. Тогда получается это как доказательство, потому что письмо в Российской Федерации как бы считается документом, и ты можешь его на суде предъявить. Да, так защищаются все материалы. У нас все как-то проще, не дотягиваем мы в юридическом плане, конечно, до западных вот этих всех стандартов. Ну, да. Тогда еще вопрос будет у меня по теме питчингов. Ты упоминал питчдек, это же документ получается, как раз, который ты отправляешь. Да, питчдек презентация, питч Библия, это именно документ более подробный. Вот, смотри тогда, сейчас расскажешь про это. Как подготовить документ или как готовиться до отправки, что нужно собрать, из чего там должны стоять документы, презентация, такая структура. Я не говорю прям все расскажи нам, но если вдруг... Как я коротко озвучил про того же спальшпоба, должен быть понятен движок, точно должен быть логлайн сериала, и иногда питч может быть сделан даже чуть ли не из одной страницы. Но это снова есть разные уникальные как бы идеи. То есть, например, вот доктор Макстаффин, очень классная идея, которую можно продать за одну страницу. Это как доктор хаос, но для детей. Девочка лечит игрушки. То есть, уже понятен движок, чем она будет заниматься, достаточно будет только логлайна. То, что они называют. Она их лечит, но если они не выживают, она их сторонит. Мой подход прорабатывать максимально подробно. То есть, я прописываю героев и логлайна эпизодов, и описываю, на какой аудиторий рассчитан, какие у меня гарантии, какая команда может быть подключена, кого я могу позже подключить, и максимально, что я ищу. Просто вопрос, все-таки этот питч отправляется, или изначально вы встречаетесь и презентуете вот вживую. От этого много зависит. То есть, сам документ может быть менее подробным, если ты можешь много всего рассказать. Но снова быстро. Потому что вот ребята Sony, с которыми мы тоже учились, они подавали проект про ежика в 1C, и он был собран по сути из материалов тизера. То есть, там не была такая подробная проработка, как у меня, но был понятен движок, и тизер максимально демонстрировал, о чем проект. И он тоже много интересов получил. То есть, да, нюансы, но обязательно вот этот движок, логлайн, в чем суть? Самый легкий логлайн и питч спонжбоба это оптимист в мире пессимистов, по сути, для него. Круто. Очень круто, да. Прямо так раскладываешь всем по полочкам, мне так нравится тебя слушать. Спасибо. Потому что я вот как раз так вот в мире анимации новичок, и в целом в этой индустрии, и мне очень многие вещи непонятны, а вот здесь вот это то, что ты рассказываешь про продюссивность, как раз и про деньги, это и не частично про бизнес, про менеджмент, то есть организовать какой-то проект и сделать его. Я почему еще спросил, как готовится? У Андрея там с Рашидом вы же вроде какие-то ремеры расписывали. Вот на долгий ящик можно не откладывать, мне кажется. Можно прям Паше как минимум питчинг устроить, а потом уже связи в общем есть у вас, ребята. Связи уже есть, да-да-да. Да. Отлично. То есть вернемся опять к продюссированию, да? Поговорим теперь про эту часть. Логлайн, прости, можно спросить? Логлайн, я так понимаю, это краткое, одним предложением выраженная суть сериала, правильно? Да, но он обязательно должен написывать кто, где, с кем происходит действие и в чем движок. Ну то есть девочка хоронит игрушки, это логлайн? К сожалению, нет, потому что... от Андрея предложил. Да-да, я понял. К сожалению, нет, нам должно быть понятно, что будет происходить по сути, что запускает историю в каждом эпизоде, если для сериала. Ну или в полном метре тоже о чем пойдет суть. То есть, как бы должна быть понятна эмоциональная арка, эмоциональная история, как бы о чем она. То есть, котенок и щенок дружат, это тоже еще не логлайн. Надо описывать, какие проблемы они будут решать, с чем они будут сталкиваться и как они будут это преодолевать. Тогда это дает вот этот уникальный окрас персонажу, и мы понимаем, что мы будем дальше смотреть, во что вкладываться и что развивать. А есть такие стандарты, вот, к примеру, Дима Шрамко у нас рассказывал, что дается конкретное количество слов и предложений, чтобы в питчинге описать идею, мир, персонажа, там, завязку, да? Прямо вот конкретно столько слов, тебе нужно прям дословно. Там не прям метраж 50 слов и все, оно немножко условное. То есть, логлайн, это буквально обычно там два предложения. То, что они называют еще Elevator Pitch. Почему называется Elevator Pitch? Встретили мы Спилберга в лифте, например, и вот за время, пока лифт поднимается до верхнего этажа... Класс! Вообще супер! Да. Мы должны успеть рассказать идею. Вот. И вот он весь объем, по сути, текста. Вот это отличная метафора, да? Как нужно собраться, понятно, кратко высказать свои мысли, чтобы за время проезда в лифте объяснить, что ты хочешь пейтинговать. Это круто. И уже сразу видно, ну, интересен проект. Смотря на каком этаже живешь. Да. Ну, тем, значит, эффективнее надо рассказывать, если ниже. Можно тренироваться, начиная с десятого, к примеру, потом до пятого доезжать и так вот. Потихонечку. Отлично. Ну, что, давай опять вернемся все-таки к продюсированию, потому что ты сейчас в роли креативного продюсера где-то работаешь же, правильно? Я работал вот с кинокомпанией друг друга, но там сейчас получился проект заморожен, и я сейчас работаю независимо, по сути, на своих проектах, я креативный продюсер. Я разрабатываю пич-пибли, и буду также узнавать о подачах на грантах и сотрудничестве, и по сути, то, что я делаю сейчас, переговоры с западными компаниями по моим проектам, это тоже есть задачи продюсирования. просто я сейчас работаю сам на себя в этом плане. Отлично, то есть, если ты получаешь финансирование, ты становишься креативным продюсером и шоураннером в своем же собственном там сериале или проекте? Не обязательно, но это то, к чему я там стремлюсь, и мы это обсуждали во время тоже пичи, то есть, я учил свои цели, то есть, некоторые люди просто делают проекты, продают их и двигаются дальше и зарабатывают просто на продаже проектов, а не на участие в их производстве потом. Аниматор, который умеет вести переговоры, это редкость? По-моему, редкость. Да, да. А это же тоже навык? Да, это тоже навык, но все тренируется, также, и я это тренировал, и какие-то моменты мне тоже приходится еще... А что легче тебе дается, переговоры или анимация? Анимация. От души, да, идешь? Да. Да. Ну, хорошо, а какие навыки развивать? Вот здесь, я, например, хочу питчинговаться, что я в себе должен найти или поправить, к примеру? Общение, коммуникация, то есть искренность идеи, люди считывают быстро, насколько ты этим горишь, потому что ты не сможешь зажечь людей тем, чем ты не горишь сам, из-за чего есть подход, то, о чем я говорю, более механический, например, в русских проектах. То есть у нас все буквально, у нас несколько проектов делались про Каще Бессмертного, и везде он одинаковый. У меня в одном, до этих проектов, тоже была идея про него, и я потом убрал этого персонажа. Просто потому, что его уже заездили. И я стремлюсь к менее буквальному подходу, это тоже как раз делает трек более авторским, интересным, и тебя интересным, то есть как автора, когда ты подаешь этот трек. Как, например, «Савиный дом» у Дисней сериала. «Савиный дом», по сути, это Баба Ига, ну, Ида, персонаж. Там даже есть отсылка к сказке, когда дом ходит на савиных ножках, как на куриных. И даже главный злодей у них, император Белос, это славянский бог Велес, если прочитать просто на английском, русские буквы Велес. И есть там персонажки Кимора. То есть это та же славянская мифология, по той причине, что у Даны Террас, автора проекта, у нее русские корни. И она вдохновлялась еще художниками, то есть тоже откуда брать идеи, которые рисовали разных там демонов. Я сейчас не всех именах вспомню. По-моему, там был Клинт, еще кто-то. И она девушка Алекса Хирша, и она работала на Gravity Falls с аниматором. И участвовала в разработке DuckTales, ремейка в 2017 году. То есть так она получила как доверие, что она надежный профессионал, она понимает, что делает. И так смогла потом предложить свой проект. И отталкиваясь от своих корней и своих интересов, она разработала вот этот Савин. У них там тоже свое сообщество, видимо, да, то есть тесные такие связи между собой. Вот в силу сообщества как раз, да. Ну хорошо, давай про действительность поговорим, про нашу. Какие отличия, например, в российском производстве отличаются от других стран? Что у нас не хватает, чтобы было круто? То, что как раз заметил Рашид, это госфинансирование, а там... Оно мешает, да, наоборот? Или наоборот? Его не хватает? Это другой мир, другой. Да, это другие правила производства. Госфинансирование есть и в Ирландии, и это всегда хорошо. Загрузка в том, что инвестиции идут не самим автором, а по сути студиям, которые тоже, можно сказать, я бы сказал, являются государственными, как и был до этого союзный фильм. И они просто не доходят до независимых авторов, и это тоже доступная информация, что много процентов акций студии про воспитатель принадлежит в ИГТРК. То есть, и в основном продюсеры, опять же, как я и говорил, разницу там, и в кино, тот же Сильвестра Сталлоне или Стивен Спилберг, это люди, работавшие на производстве, которые стали продюсерами из-за того, что они берут проект под свою ответственность и делают его. То в России люди с этой ответственностью, это менеджеры, чаще всего, далекие от анимации и не работавшие на производстве. Это ты хорошо заметил, потому что общался с разными продюсерами, они все говорят, что есть нехватка, нехватка людей как раз в производстве прямо, именно продюсеров. Аниматоров хватает. Ну, аниматоров тоже недостаточно, но... Не-не, наоборот, я говорю, аниматоров хватает, да. Нехватка как раз продюсеров, которые бы знали производство изнутри, а не просто менеджеры, которые менеджерят по шаблону. То есть, исходя из этой логики, можно предположить, что, в принципе, сейчас нужно готовить хороших ребят, да, именно продюсеров уже, те, кто поработали на производстве, знают все его проблемы, в итоге смогут отстроить проект как надо, да, то есть могут стать вот как раз вот этими гарантами. Ну, я так и стремлюсь, вопрос просто, что возможностей у таких независимых людей и связи меньше, чем у другого вида менеджеров. То есть, по сути, решение какое? То есть, нужны продюсеры, к большому счету. Да, да, если хладко сформулировать, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ну, вот я так и пытаюсь идти таким путем. То есть, что меня и привело в продюсирование, потому что, да, я заметил, что все те авторы творческих ингредиентов я равняюсь, они являются продюсерами. И я потом стал искать, как это действительно связано, почему это так. Так я стал двигаться дальше со своими разработками. Понятно. То есть, значит, мы в правильном управлении двигаемся. И именно креативно, креативных, да, продюсеров? Или вообще всех, всех направлений? Всех направлений, потому что тот нюанс, о котором я говорил, шоураннер должен быть, по сути, исполнительным продюсером, но который отвечает за креатив, но он должен понимать, как устроен бюджет. Потому что есть тенденция локальных проектов. Часто несоотношение желаемого с возможным. То есть, референс всегда картинка Disney, но бюджет и сроки не Disney. Ну да, да. Сделайте нам как Disney, как Pixar. Обычно. Но можно сделать классно, за меньше. Как я привел, например, вот Cartoon Saloon. И так же делаются, и индийские, и корейские. Просто они соотносят желаемое с действительным. И потом можно повышать планку, это не проблема. Просто, да, из-за этого и стоит делать свое, и чем оно будет отличаться, и почему оно будет классно именно в таком формате. То есть, поэтому я сказал, я разделил свои проекты, которые попроще я пытался делать тут, а посложнее на другую платформу. Да сейчас есть проект, который я делаю независимо, там, про Теремок. Посмотрим, что выйдет с местными как раз грантами. Он, опять, более локальный и минималистичный. Он все еще, как бы, будет не дешевый для производства. Это не значит, что он супер дешевый. Он просто будет укладываться в более маленькие сроки, которые обычно здесь у нас. И они диктуются каналами, когда они принимают контент, чтобы показывать. То есть, есть вот эти нюансы. То есть, получается, креативный продюсер, он работает в паре, наверное, да? То есть, как между... С кем, например, я креативный продюсер, с кем я буду взаимодействовать на производстве? Исполнительным продюсером точно, с режиссером и сценаристом. Ага, это вот как раз есть борт, вот эта команда, да? Да. Да, да. Но хороший креативный продюсер в западном понимании, который будет шоураннер, он будет сотрудничать со всеми лидами. Потому что... Поэтому и есть термин шоураннер. Он, ну, как бы делает вот этот забег всего проекта, всего шоу. Ты человека отключаешь, проект встанет. Этих людей все равно можно заменять и заменяли. Лорен Фауст ушла, например, с Мальтл Пони на третьем сезоне и стала делать с Крэгом Мократином с «Приветом по планетам», который в «Вандер Роу Яндер», диснеевский проект. Но она уже разработала, была вот эта библия, за два сезона сформировалась производство и творчески, как решать проблемы. То есть, например, как вот в Гамбале, они не используют фронтальный ракурс. То есть, Гамбл всегда только в три четверти существует. Типа, его фронт это чуть-чуть сдвинутая мордочка к центру, но сам силуэт это всегда три четверти. Да. И это правило, которое прописывается, потому что я сталкивался тоже с хорошими даже проектами в разработке, когда аниматоры не знали, как анимировать персонажа. То есть, не знали, по какой логике. Не в смысле не знали, как анимировать, а в смысле именно какой логике придерживаться, какие ракурсы у него выгодные, какие невыгодные. Вот это все прорабатывает креативный, но нужно учитывать, опять же, ресурсы, что учитывает исполнительный. И поэтому, да, хороший шаранер, он учитывает все это. Но расчетами потом, да, занимаются уже люди, конкретно отвечающие за деньги. Но это, говорю, условности, которые могут перераспределяться. Если ты не успеваешь, тебя всегда могут подстраховать и кто-то заменить, кто вот рядом отвечает за вот такие задачи. А конкретно анимацию, допустим, тайминг персонажа, ну вот как он движется, да, сколько кадриков у него, там, брейкдаун, сколько там, что это кто делает? Тоже шоу ранен? Нет-нет-нет, это делают аниматоры, лид-аниматором за этим следит. И есть сейчас там специальность режиссер анимации, который отвечает как раз за стилистику. То есть, если мы возьмем Черепашек-ниндзя, Rise of TMNT, сериал был очень лимитированный. Но все выстроено, вся анимация на ключах, она классная. Просто было ограничено производство бюджетом и сделали так. Сейчас они сделали полнометражку, где сфазовано гораздо больше. Но за стиль, что он будет именно такой, отвечал, да, во-первых, шоу ранен, что это его творческое видение, оно совпадает с тем, что он придумал. И в тот же момент он работает и разрабатывает эту стилистику уже с режиссером анимации, который следит, как это работает именно Animation Director. У нас все тут прижало на Дин, она как раз была режиссером анимации на Мальдлпоне. И утверждает он, соответственно, да? Да, да. Вся анимация проходит через него, как утверждение. И у них есть еще этапы контроля качества в пайплайне. Пайплайн можно найти в интернете Infinity Train, как устроено действительно производство и чем отличается здесь. Еще разница в том, что западное производство делает у себя Pre-Production Development чаще всего, а Production отдают на Outsource. То есть в Канаду, в Индию или Корею. То есть это тоже отдельное направление, отдельное направление студии и отдельная организация тоже рабочего процесса. То есть весь креатив западной компании держит за собой. А Production, они, да, дают, но контролируют все равно. И делают его поэтому максимально точным. То есть тот же Стальбар, он может быть более условный, если ты все делаешь внутренней командой. То есть более огурцы. А если ты это даешь в Индию, нужно делать все материалы так, и почему готовятся все эти гайды. Лишние вопросы отсечь. Да, да. Ты должен учитывать такой майндсет, что тебя точно поймут не так. Как закон Мерфи есть. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Ну, чтобы перепроверить. Здесь точно так же. Перестраховываешься, и это улучшает коммуникацию как раз. Да. Ну, тогда Pre-Production перетягивает на себя 65-70% вообще всего. Да, да. И они очень много вкладываются в Pre-Production. Отлича опять России. В России Development часто соединяются с Pre-Production. Из-за этого конфузы, проекты сырые, и прорабатываются в процессе. 99%. Да, да. Поэтому для этого как раз нужны вот эти пич-библии. Не просто, как у нас делают режиссерские экспликации. Этого недостаточно. То, о чем я и сказал, что пич-библии учитывают, как вообще этот проект будет жить. Будь то полнометражный, игровой или комикс. Это как бы универсальная презентация, которая может подойти для разного медиа. Просто нужно учитывать нюансы рынка, и к кому ты идешь, и какой проект предлагаешь. От этого будет меняться формат. Ну, то есть, что в полнометре не будет эпизодов. Или если это авторский комикс, если сериальный, то там будут примеры выпусков. Если нет, если это разовая история, то тогда будет она как-то коротко описана, и показывать, почему она будет тоже продаваться. Потому что, опять же, это снова работа, это бизнес-продаж, по сути. Понятно. То есть, люди из производства вырастают в претинок продюсеров, да? То есть, в большей степени это вообще люди, которые хотят сделать свое кино, ищут путь, как это сделать. Поэтому они попадают на производство, и далее им просто не хватает, может быть, некоторых знаний, некоторых связей, если говорить про Россию. Ну, давай обрисуем, может быть, просто, какой вот идеальный путь к профессии креативного продюсера может быть вообще в идеале. Ну, то есть, например, в России. А давай именно в России. Как это можно сделать? Это вот в России сложно. Мировое мне проще описать. Это как Алекс Хирш. Лучше всего поступить в Call Arts. Давай тогда мировое, а потом попробуем придумать, как можно у нас. Адоптируем, да. Да, да. Лучше всего поступить в Call Arts, потому что это школа основанная Диснеем, и специально люди там проходят практику в студиях, и они попадают в студии. То есть, туда приходят именно студии на выпуск и набирают себе специалистов. И также заметили Алекс Хрещирше, и он, ну, искренне предложил нам проект про пичи, и он предложил, собственно, Gravity Falls. Это самый вот идеальный путь. Но в Call Arts очень сложно поступить, особенно из России. И я об этом поздно узнал довольно вообще о существовании Call Arts, из-за чего мой путь более тернистый. Самый, как сказать, идеальный в России сложно назвать, так как многое формируется. Скорее, есть независимый путь, это просто сесть и делать, как делают вот ребята с Metal Family. Но снова зависит от цели, куда ты хочешь с этим попасть. Они хотели просто делать свой проект, и вот выкладывают его на YouTube. Моя цель была именно выйти на международное сотрудничество, поэтому я меньше выкладывал, но очень многое разрабатывал. И из-за этого получается нюанс немножко еще, что меня знают люди в производстве, иностранцы, но я публично менее известен из-за этого. А Call Arts онлайн? Call Arts, к сожалению, не онлайн, это институт в Америке, в Калифорнии. То есть нужно отстраивать школу так, чтобы она была тесно связана с производством, с каким-то там в России, к примеру, если про русскую школу говорим, да? Да. Я знаю, что так пробуют делать с Институт Синергия, школа, по-моему, в которой Бондарчук открыл, Федор, и что-то такое пытаются делать, но, опять же, сейчас загвоздка в том, что люди именно с производства мало к этому подключены. Все еще нету пока самой вот этой системы, экосистемы, как готовить и передавать, и куда что-то передавать. То есть люди еще немножко формируют это. Поэтому здесь сложнее назвать идеальный путь. он будет пока что в ближайшее время все еще тернистый, учитывая экономическую сейчас составляющую, еще будет сложнее туда прибиться. Поэтому школа, если она состоит из профессионалов, которые сейчас на производстве, то, попадая в эту школу, ты большому счету как бы собираешь знания из людей, которые уже строят мультики, допустим. Да? Да. И в этом смысле как раз и курс прогрессирования можно тоже так же запустить с людьми, которые уже в производстве, к примеру. Да. Как ты красиво подвел, я подвел, я подвел, я знаю. Просто я подвел к тому, что да, у нас тоже стартует курс по продюсированию, и он будет включать в себя как раз и креативные, и исполнительные, и линейные продюсеры. И в этом смысле Павел тоже возьмет на себя роль преподавателя. Ура! Расскажи, Павел. Расскажи. Может, чуть-чуть приоткроешь, расскажешь, что может ожидать ребят на курсе. Да, курс будет составляться из как раз создания вот этой Питч-библии. Я буду делиться своим опытом из участия в рынках, из анализа существующих Питч-библий, которые доступны онлайн, как раз на западных проектах, потому что я апеллируюсь более такого подхода, как бы детального в разработке. И по итогу суньки будут иметь готовую Питч-библию своего проекта, и получат практику самого Питча, презентации проекта в классе. То есть можно будет записать это видео и даже устраивать свой фестиваль Питчей. Можно будет даже, у нас же есть фонд, ну, мы организовали небольшой такой фонд Animation Club, где скапливаем деньги, в принципе. Может быть, можно сделать будет связку, да, и студенты будут Питчинговаться, например, в наш фонд, и мы там сможем при какой-то вознаграждении такое просто делать лучшим студентам, которые сделали просто классно, и все. И мы будем рады, если этот сериал все-таки дойдет или там может быть даже до экранов. Пойдет на платный западный Питчин. Да, да, да. Да, и мы будем рады, что мы тоже платим. А какой бэкграунд нужен, да, для поступления тогда? Да, кстати. Сейчас скажу, к чему я спрашиваю. Здесь, да, бэкграунда может не быть, потому что Питч это в основном текстовая разработка, то есть можно использовать картинки, набранные в интернете, и потом заботиться о добавлении персонажей. Снова, зависит все от индивидуальных скиллов, но можно вообще не иметь как бы навыков, потому что я как раз расскажу про сути, как себя организовать, как организовать проект, чтобы потом его можно было передать в работу другим и какие-то задачи решить после. Плюс, когда я делал свои черники, так же расскажу, я, например, собирал их из фотоколлажей, когда у меня не было придуманных там монстров, я вставил Годзиллу, и все, что вот у меня будут гигантские динозавры. А потом я уже нарисовал, когда было время своего персонажа, ну, потому что у меня есть этот навык. Другой человек мог бы потом нанять художника и добавить. Вот. И снова зависит от пропички и про вознаграждение, что это не обязательно как бы, что самый классный может получать проект деньги, опять же, как я говорил, есть еще вот этот критерий самый реализуемый еще в данный момент. Потому что проект может быть очень классный, и я с этим очень часто тоже сталкивался именно в России, люди придумывают как толкин в Усталина колец, но его просто нереально. Такое стоит иметь в портфолио, и это мне тоже совет давали иностранцы, то есть ты показываешь как бы свою цену, свой навык как специалиста, но ты не продаешь этот проект, потому что просто он слишком дорогой. Но при этом ты все равно разрабатываешь другие проекты, которые более реализуемые. Из-за этого у меня, ну, из-за чего я пришел к выводу и пытался делать несколько проектов, потому что у них разная степень реализуемости в разные сроки, то есть более взрослые, сложные я откладываю и предлагаю позже питчу, которые попроще, я сейчас занимаюсь вот сам независимо, реализую потихоньку и с командой коллеги и друзья, кто со мной работал, подключаются и иностранцы также предлагают свою помощь. Круто. Супер. Я хотел сказать, что очень повезет людям, которые пойдут к тебе на учебу, но я, видимо, сам тоже запишусь. Я правду говорю, потому что очень интересно было слушать сегодня и хочется посмотреть и написать. Я вообще есть этот, сейчас балуюсь этим миджорный ботом в Дискорде, ну, вот искусственный интеллект, который там генерит тебе картинки, все что угодно. Хочется с ним побаловать, посмотреть, что он может сгенерить по поводу идей. Вот, я его не умею рисовать, а там можно что-нибудь попробовать. Да, это тоже хорошая идея использовать. Так, динозавр нужно. И у тебя динозавр. Я попробовал и у меня получилось. Я прикрутил бота, тогда Делибот, еще он назывался, сейчас он прекратил существование, перерос там в этот район. Я его прикрутил в производство раскадровок. Я веду курс раскадровок в Animations Call. Приходите, кстати. У-у-у! Все. Две интеграции, огонь. И люди, бывают студенты, которые не умеют рисовать. И когда я попробовал с помощью бота закидывать текст раскадровки в бота, и он выдает девять картинок, которые, в принципе, одна из них подходит, можно сляпать раскадровку, которая визуально уже что-то, то есть, какое-то визуальное облако появляется. А если еще ее генерировать, допустим, в одном стиле, там, карандашный рисунок, то они все между собой даже сочетаются. То есть, реально получается с помощью бота, нейросети, сделать нормальную раскадровку, которую можно даже запичить, то есть, показать кому-то и сказать, ребят, вот примерно так будет, посмотрите, что я сочинил. Да? Да. В тему. Да, да. Да, есть еще опять тоже вот нюанс про питчинги западные. Там стоит выкладывать только лучшее, то есть, для какого-то внутреннего питчинга, и если вы не продаете какой-то арт, лучше будет обойтись только текстом. В смысле, они хотят увидеть только лучше, это экономит время всех. В России для внутренних питчей можно будет использовать какие-то такие более черновые материалы. Они там тоже должны быть не идеальными, но должны быть все равно лучшими, потому что судят, как бы я бы сказал, по худшей картинке. И так же и к портфолио относятся и у аниматоров, и у стейлборгистов. Стараться лучшее добавляйте. Ну да. Отлично. Супер. Мы сегодня прям достаточно так плотно пообщались, и очень интересно. Очень интересно. Да, да, да. Подчеркну, что Павел у нас будет преподавать курс по креативному продюсированию, и у Павла есть огромный бэкграунд как раз, и много опыта в профессии. Он начинал с анимации, и режиссуры, и сценарист, и раскадровщик, и в 3D может, и понимает, как... Можешь без подготовки приходить на уроки. Да, да, и понимает, как устроена вообще индустрия внутри и снаружи, и в разных странах, поэтому я очень рад, что мы пообщались сейчас. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо большое, да. Спасибо большое. Тоже рад был всех видеть. Паша, спасибо. А на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас, еще раз напомню, в гостях был аниматор, дизайнер персонажей, старебардист, сценарист, режиссер, креативный продюсер Паша Потехин. Спасибо большое нашему уважаемому и интересному гостю. А с вами были Андрей Тренин, Вербек Ямаров, Рашид Дышечев, а также по традиции передаем привет бывшему ведущему Николаю Худякову. Привет-привет. Напоминаю, что партнер подкаста animationschool.ru Это был подкаст Кто здесь аниматор. Анимация это круто. Оставайтесь с нами. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok